МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днем ангела, дорогие именинники! Когда наши предки учили грамоту, числа, буквы, то есть азы науки, для облегчения этого занятия и для насыщения его здравыми понятиями они связывали эти различные буквы и цифры со священными именами или знаками. Например, когда учили арифметику, то цифру один усваивали Богу, ибо Он един, и нет кроме Него другого. Когда учили цифру два, то говорили о том ученикам, что во Христе Иисусе совмещены две природы, божеская и человеческая. Цифра три напоминала всем всегда о божестве Святой Троицы. Цифра четыре говорила о числе евангелистов, о Матфее, Марке, Луке и Иоанне. Ну а цифра пять символизировала собой пять ран на теле Христа, прогвожденные руки и ноги и пробитые копьем ребра. Мы сегодня расскажем о святых, чьи именно также осветили собою цифру пять. Это так называемые пяточисленные мучники севастийские. А в Ксентий, Евстратий, Мордарий, Евгений и Орест. Город Севастия – это город в древней Великой Армении, недалеко от Севастийского озера. Так случилось, что там пострадали многие христиане. И, наверное, вам приходилось слышать мартовский праздник, великопостный праздник сорока мучеников севастийских. А эти мученики севастийские пяточисленные. Пострадали они в царствовании печально известного императора Диоклетиана. Когда были объявлены декреты и дикты о преследовании христиан, о их розыске, то первым пострадал в Севастии священник по имени Авксентий. «Видя то железное мужество, христиан, которые терпели жуткие истязания, уверовал во Христа святой мучник Евстратий. Он был воин, был благородного происхождения, и его воинскую мужественную душу сразило еще большее мужество христиан, которые, как и огня, отошли на заклане, однако же терпели лютые муки с именем Христа на своих устах. Евстратия тоже казнили. После него нашли среди христиан некого простолюдина по имени Мордарий. Его пытались, как человека некнижного, простого, необразованного, склонить к отречению от Христа философией и разными доводами рассудка. Мордарий, не умея спорить и не зная, что отвечать на различные хитрые вопросы, поступил очень мудро. Он твердил одно и то же. «Я не знаю ничего, кроме того, что я христианин. Я христианин, отстаньте от меня с вашими вопросами». Его подвесили вниз головой, и таким образом он после долгого пребывания и избиения отдал Богу душу. После этих трех учеников пострадал мученик Евгений, а вслед за ним юный воин по имени Орест. Евгению отрубили руки и ноги, вырвали язык, и после этого только отсекли голову. А святого Ореста осудили на сожжение. Осенив себе крестным знаменем, укрепленный молитвами других святых, он взошел на огненное ложе и там скончался. Все эти жуткие муки претерпели пять человек, прославив Бога в страданиях своих, исполнив заповедь апостола Павла. «Прославьте Бога и в душах ваших, и в телесах ваших, которые тоже суть Божия». Интересно, что люди эти, мученики эти, многие молились перед своим страданием или во время страдания. И вот молитва мученика Мордария, внесена в богослужение, читается в конце третьего часа, того самого, которое читается перед литургией, который каждый из нас должен слушать, когда приходит в храм на богослужение. А молитва мученика Юстратия читается на воскресной полуночнице. Это очень знаменательный факт. Люди, терпя страдания, обращались к Богу за помощью, просили укрепления посреди мук, посреди этого духовного и телесного труда. И голос их не растворился в воздухе, не был забыт, а был запомнен, записан, зафиксирован и внесен в богослужение. Все это есть не что иное, как символ того, что души их во благих подворились, что они не исчезли никуда, но сохранились для Бога в его вечном царстве. Сегодня мы поздравляем, конечно же, с Днем Ангела всех тех, кто носит какое-то из этих имен или Авгсентий, или Евстрати, или Мордарий, или Евгений, или Орест. И поздравляем, кроме этого, еще Аркадия и Владимира. Радуйтесь, дорогие именинники. Имена ваши написаны на небесах.